Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь испытываем недельную удачу попыткой вскрытия недельных сундуков, ну а также попыткой дропнуть имантул с последнего босса рейда, последнего босса дополнения Аргуса Прорабощенного. В текущий момент вскрою недельные сундучки и посмотрим, что упадет. Вскрыв на воина, я получил нагрудник с большей долей искусности в меньшей доле крита. Я оставлю его пока что, почему бы и нет. Пускай лежит, место он все равно лишь только одно занимает, не больше, и то хорошо. Но на месте него у меня стоит сетовый кусок, поэтому стоит подумать об актуальности этого нагрудника, выпавшего с недельного сундука. Ну что ж, идем дальше. Дальше рыцарь смерти. В текущий момент рыцарем смерти я занимаюсь лишь чуточку, то есть это поход в мификрейт, который в понедельник, вторник с 21 по Москве до часу ночи по Москве. Ну и прохождение мифических плюс ключей. На самом деле по настроению, либо для закрытия недельного сундучка, просто закрываю пятнашку, шестнадцатый, да и все. Либо уже прохождение какого-нибудь ключа повыше, по типу 20, 22. Почему бы и нет, если есть с кем пройтись. ДК я также буду продолжать лутс вскрывать на фроста, мало ли. Может быть я дробну какой-нибудь классный релик, может быть я дробну какой-то классный дамагерский тринкет по типу талисмана хаоса. Почему бы и нет. Хотя тринкеты с недельных вскрытий уже не так будут актуальны. Сегодня я схожу на Аргуса в Нормале, ну или в Хэйме по желанию своему, и дамагерский тринкет станет тысячного эквипа. По итогу два тринкета пантеона тысячного итем левела. Классно. Модификаторы текущей недели это взрывной, сотрясающий и укрепленный. Сейчас поговорим о них. Так, а голову эту можно продать. Отлично. Плюс голда. Голд фарм, да. Так вот, насчет модификаторов. Взрывной модификатор, действующий на мобов. Происходят взрывы после убийства мобчика. И вешается дебаф на всех игроков группы. Дебаф тикает. Тикает один раз в две секунды, в течение четырех секунд. Настакивается. И этот дебаф в виде одного стака натикает на 10% от максимального хп. Относительно с недавнего обновления во время действия взрывного и мучительного модификаторов снимать шмот нельзя. Для хилу и всем остальным участникам группы стоит либо прожимать киев, либо сейвы, либо хилиться самим вручную, либо просто сесть поесть. Для того, чтобы выхилить нужное количество здоровья. Что же упадет на паладина? На паладина упадет кольцо. Да, я планирую пролутать всю бижутерию этой игры на паладина. Почему бы и нет? И, кстати, надо вскрыть легендарочку. Легендарочка предас. Неплохо. Быть может, к концу дополнения таким образом я пролутаю все легендарки на один спек. Конечно, не играя на этом персонаже, достаточное количество времени лутать так активно легендарки, это весьма приятно. Система сущностей очень сильно радует. Добыча для специализации, страж. Смотрим. И это реликвия 960-я. Возможно, даже лучше моей, поэтому я ее отложу. О, престол. Хороший ключ. Очень добрый, на самом деле. Очень такой... Прямо... Радушно встречающий людей. Так вот, о дальнейших модификаторах. Сотрясающий. Насколько я правильно увидел, там был прописан. Просто каждые 20 секунд будет разрастаться небольшая область вокруг игрока. И если в эту область попадут другие игроки, то они также получат урон. Как и вы. Да и к тому же, во время взаимодействия сотрясающего модификатора, получить баф еды становится весьма проблематично. Нужно по правильному таймеру все это сделать. Да и касты какие-либо могут отмениться, если, конечно, под конец дебафа сотрясение будет идти какой-либо каст. Или потоковый каст. Ну, есть весьма чудесная векаура, которая в ВК-группе в виде кода есть, которая на видосике ютубовском светилась неоднократно. То есть, если будет желание, то, в принципе, найти ее можно. Кому-то даже нужно ее найти. А я ее найду. А вот она. Самые обычные две полосы, в которых прекрасно видно время восстановления сотрясающего модификатора. Ну, и также команда то, что нужно кастить, не нужно кастить что-либо. Успеешь ли ты поесть, успеешь ли ты скастовать маунта или нет. 960-е перчатки. Хаст крит. Идеальные статы, но в итоге я потеряю 500 левелов. Стоит ли она того? Не знаю. Пускай лежат до предовремени. Быть может, если появится настроение, я с радостью их экипирую. Ну, и последний персонаж, на котором я вскрою мифический сундучок. Еженедельный это Демон Хантер. Да, я занялся охотником на демонов для тех, кто до сих пор, может, еще не в курсе. За две с половиной недели я сделал ему 960-й экипир. Я сделал ему 4 куска. Конечно, все это дело сделано не мною лично, а с вашей помощью. Спасибо огромное, что принимаете участие в рейдах. И справляйтесь с рейдовой механикой. Мне очень приятно видеть, когда люди стараются что-либо сделать во благо. Ждем загрузку в долларан. Сейчас еще будем ждать загрузку в оплот. Чудесный оплот, на самом деле. Немножко мрачный, но это же охотники на демонов. И загрузочный экран. Просто кайф. Так, а где у нас сундучок-то? А, вон он стоит. Вскрываем. На плеч. У меня сетовая вещь. В этом слоте весело, да и третичный стат. Очень полезный, не теряет прочности. Достойный и действительно полезный в бою. Ну что ж, такое вот недельное вскрытие. На этой неделе. Спасибо огромное, что посмотрели. Переживали вместе со мной при просмотре всего этого. Я надеялся на что-то классное. Но, по крайней мере, что меня радует, эти плечи идут без хосты. И это классно. О, плюс монетка. Только нужно правильно отправить этот квест. Вот так вот будет поинтереснее намного. Что еще? Вот и это отправлю. Что еще? И вот это отправлю. Да. Может быть, еще упадет умантул. Может быть, упадет еще танковский тринкет на этого демонхантера. Потому что в текущий момент у меня просто так лежит два улучшения. На этой неделе им я не ходил. На стриме сегодня попрохожу ключики, попрохожу аргуса в нормале. В общем, буду испытывать недельную удачу. Если у вас будет желание присоединиться, то я буду только рад. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Не болейте. До скорого. Продолжение следует.